Сегодня в республике, как и по всей России, стартовала основная волна ЕГЭ. Первые экзамены завершились полчаса назад. Выпускники сдавали на выбор географию и литературу. Пункты приема экзаменов были открыты в четырех школах Нальчика. О том, как прошли испытания и когда станут известны результаты, наш спецкор Наталья Булат. Камеры видеонаблюдения отлажены, таблички на партах установлены. Пока еще пустые аудитории вот-вот примут выпускников. К приему ЕГЭ девятая школа подготовилась за несколько дней до начала. Сегодня за ходом проведения следят представители Рособорнадзора, наблюдатели из республики и федеральные общественные. Моя задача заключается в том, чтобы дети не списывали, чтобы никто ничего не проносил, чтобы все сдали честное ЕГЭ. Пока мы только начинаем, пока вроде бы все хорошо, слава богу, будем следить дальше. В 9.15 школьников начали запускать в аудитории. Абсолютно все. Проходят через рамки металлоискателя. Обязательное условие проведения ЕГЭ. Документы проверяют уже непосредственно перед кабинетом. Чукова, Танделя, Даудовна. Так, ваше место 2Б. Литература – предмет, который сдается по выбору. Заявки в этом году подали около 400 учащихся. За 15 минут до начала с ребятами провели инструктаж. Подробно объяснили их права и обязанности. В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзаменом. Участники, нарушившие порядок проведения экзамена, повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году не допускаются. В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками ПП или другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении установленного порядка. На столах, кроме паспорта, ручек и воды, нет ничего. К сдаче ЕГЭ школьников готовили практически весь учебный год, напоминают педагоги. Работа велась и с родителями. Всем был показан ролик, который предоставил Рособорнадзор. Велась разъяснительная работа по порядку проведения экзамена. То есть ребенок, который готовился, я думаю, что он благополучно сдаст. На экзамен по литературе отвели 3 часа 55 минут. Все это время многие родители ждали у ворот. Результаты экзамена станут известны к середине июня. Чтобы получить положительную оценку, надо набрать минимум 32 балла. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.